Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Встречаюсь с мужчиной. Недавно мне сказал, что у него как будто пропадает интерес, что он расслабился, как добился моего расположения. Нет чувства насыщения в постели, когда я рядом, ему хорошо, но в то же время я как будто не рядом с ним. Не понимаю, в чём дело, что я делаю не так. А здесь, мне кажется, ключевой момент заключается в наличии определённого поведения. То есть человек вам, по сути дела, даёт, если можно так выразиться, подсказку. Он говорит, что единственная ценность, которая была для него в вас, это ваша гендерная модель поведения. И когда он вас добился, то вы перестали быть ему интересны. Это означает, что единственное, что общего между вами было, это притяжение между вами, как мужчины и женщины. А больше ничего нет. Ничего общего, что связывало бы вас. Нет. И соответственно, единственное, чем вы ему на данный момент интересны, это только гендерная модель поведения. Поэтому, если говорить о том, что вы делаете не так, то вы не взаимодействуете с мужчиной как с личностью, а взаимодействуете с ним только как, ну, как женщина. Вот. И то, что вы позиционируете себя как ту, кого нужно добиваться, это выдаёт некоторые ваши личностные проблемы. Ну, например, желание обезопасить себя от того, что возбросит. Например, проблемы с самооценкой. То есть, требования каких-то гарантий. А требования каких-то гарантий и, как следствие, потребность в этих гарантиях является производной от тревожности. Тревожности и страхов. И вот это и то, что мешает вашим отношениям. При этом, вы можете продвигать подобную модель поведения. Но, человек должен такую модель отношений как минимум с вами разделять. То есть, ему должна подходить такая модель взаимодействия. А подходит такая модель взаимодействия, как вы догадываетесь, далеко не всем. И это вопрос выбора вами мужчин, это вопрос того, что общего между вами. В принципе, ну, может быть, когда вы общаетесь, когда вы взаимодействуете. То есть, на каких основаниях вы выстраиваете отношения? Если вы выстраиваете отношения на основаниях вот только гендерной модели поведения, то, конечно же, здесь будут некоторые трудности. То есть, здесь будут некоторые проблемы. И это, в общем и целом, вполне нормально. Если, например, ну, допустим, человека такая модель поведения не устраивает. Вот. То есть, по большому счету, вы не интересны мужчине как личность. И связано это не с тем, что вы не интересная личность, а связано это именно с тем, что вы, возможно, не привыкли демонстрировать себя как личность. То есть, вы не привыкли раскрываться как личность мужчине. Ну, наверное, я предполагаю, что это, например, не нужно, ну, человеку. Наверное, я предполагаю, что это не так важно. Наверное, я предполагаю, ну, вообще я предполагаю, что это лишнее и так далее. То есть, грубо говоря, это недостаток общего и интересов. Именно интересов. То есть, у вас с мужчиной не хватает точек взаимодействия. Может быть, вы хорошо взаимодействуете как бы, ну, с мужчиной, да, на уровне гендерной модели. То есть, вы хорошо подходите друг к другу, как мужчина и женщина. Вот, вы хорошо обладаете хорошей совместимостью в интимном плане. Но дальше развитие не идет. И при, вот это, такой достаточно важный момент, при определенном уровне интеллекта этого становится недостаточно. То есть, это вопрос того, насколько интеллектуальных мужчин вы выбираете для отношений к себе. То есть, если вы выбираете интеллектуального мужчину, например, но взаимодействуете с ним только как женщина, то, конечно, будут определенные проблемы, определенные сложности, определенные элементы, я бы сказал, скуки в отношениях. Потому что, чем человек более интеллектуальный, тем ему требуется больше точек взаимодействия для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот это, на мой взгляд, очень важно здесь понимать. И, соответственно, вам нужно либо корректировать выбор мужчин, то есть, иными словами, допустим, признать, что вы выбираете мужчину, не подходящего под ваши ценности. Это первый возможный момент. Второй возможный момент заключается в том, чтобы вы, если вы не готовы встречаться и связывать свою жизнь, например, с более низкоинтеллектуальным мужчиной, то вам необходимо увеличивать количество точек соприкосновения с мужчиной. То есть, это общий интерес, это, как бы, ну вот, то общее, что между вами может быть. Вот. И, в общем-то, уделять внимание собственному развитию, это первое. И постепенный отход от, скажем так, постепенный отход от формализованных отношений. То есть, что такое формализованные отношения, да? Формализованные отношения, это где роль партнеров, вот, сводится, как бы, к выполнению определенных функций и задач. Вот. Где нет места каким-то свободным, не всегда однозначным с точки зрения оценки, проявлением тех или иных сторон. То есть, есть проблемы с доверием здесь. Как они эти проблемы с доверием проявляют? Справляются они так, что я знаю, чего, например, ты от меня ждешь. Я знаю, чего ты, например, от меня хочешь, чего ты ожидаешь от меня, вот. Я тебе, тебе это даю, вот, но знаю, что больше тебе не нужно. А мне, мне, самому мне, больше нужно, вот. Но, поскольку отношения у меня с тобой уже, скажем так, сформировались, то расставаться с тобой я не хочу, да и особо не из-за чего, ведь у нас нет конфликтов. Вот. Но не интересно. Такого рода вот взаимодействие, да, оно не интересно получается. Вот. То есть, это вот, по сути, такое обеднение, я бы сказал, обеднение своей, ну, своей роли. Вот. Вот. Потому что... Женщина, женская роль, взаимодействие как мужчины и женщины, это лишь только часть взаимодействия. Здоровые отношения и отношения, на мой взгляд, перспективные, выстраиваются тогда, когда люди взаимодействуют наибольшим количеством своих, скажем так, ну, персоналей. Да, да. То есть, когда я могу взаимодействовать с тобой и как мужчина? Когда я могу взаимодействовать с тобой как личность? Когда я могу взаимодействовать с тобой как субъект какой-то деятельности? Когда я могу взаимодействовать с тобой как представитель каких-то социальных слоев и так далее. То есть когда нет или сведено к минимуму количества моих проявлений с тобой. Потому что мне с тобой может быть хорошо как мужчине, мне с тобой может быть хорошо как женщине, мне с тобой может быть хорошо как мужу и как родителю, но мне с тобой может быть совсем не интересно как, например, субъекту какой-то деятельности, например, ну, например, хобби, да, или там творческое и так далее. Вот, понимаете, да? Вот. И, соответственно, это просто говорит об отсутствии определенной многогральности, об отсутствии определенной разносторонности. Вот. И я повторюсь, повторю вот свою такую мысль, которая заключается в том, что здесь дело не в том, что вы должны меняться. То есть вы совершенно не обязаны меняться. Вас может все устраивать, вам может, в принципе, вот все нравится. Здесь дело совсем не в том, чтобы вы начали меняться. Вот. Здесь дело скорее заключается в другом. Здесь дело скорее заключается конкретно в том, да, чтобы вы поняли, чего вы хотите, чтобы вы поняли, например, что вам нужно, чтобы вы увидели, к чему вы стремитесь, да. Вот. Чтобы вы увидели свои приоритеты, вот, и несли бы за это ответственность. То есть, если я, ну, допустим, считаю, если я считаю, если я полагаю, вот, что мы должны с тобой общаться только как мужчина и женщина, вот, если я так считаю, то, соответственно, я соглашаюсь в этом, ну, в этом смысле, да, я соглашаюсь на цену, которую за это нужно платить. А цена это такая же, что интерес к вам, с точки зрения, с позиции мужчины, будет довольно ограничен. Вот. И тут вопрос, вопрос заключается в том, хотите ли вы меняться, но понимаете, какая штука, что меняться, например, для кого-то идея. Идея не самая лучшая, потому что меняться вам нужно, если меняться, то меняться вам нужно для, ну, для себя, а не для, как бы, ну, человека. Вот. То есть, если вы хотите меняться, то меняйтесь, да, но только исключительно для себя самой, не для, не для другого. Потому что другой может, в принципе, как оценить ваши изменения, так и может их не оценить. То есть, человек может и не оценить то, что вы меняете. Человеку, 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 человеку может, ну, человеку может, ну, человеку может и не понравиться. Вот. Понимаете, понимаете, да? Поэтому особенно может не понравиться то, если вы, грубо говоря, демонстрируете. Если вы демонстрируете то, что меняться стараетесь, вот, для него, то есть, если, вот, есть какой-то такой намек, да, что, вот, я меняюсь, там, чтобы тебе было со мной интересным. Потому что это, ну, всегда накладывает такой определенный отпечаток, да, это всегда связано, там, например, с долгом, да, с ощущением того, что я должен тебе, ну, что-то с ощущением того, что мне, как бы, вот, ну, необходимо как-то откликаться на, вот, ну, на твои действия, ты же стараешься и так далее. То есть, если здесь будет присутствовать хотя бы вот такой намек, да, на принуждение, если здесь будет присутствовать хотя бы намек на то, что, вот, что я что-то тебе должен, в общем-то, это уже будет, конечно, не совсем история про естественное развитие отношений. Кроме того, изменение – это всегда риск, изменение – это всегда риск того, что, ну, вот, что, условно говоря, когда человеку может что-то прийти не по нраву, то есть, ну, вот, изменения, которые, которые происходят, да, могут прийти не по нраву. И, соответственно, произойдет эффект прямо противоположный к тому, например, на который вы рассчитывали. То есть, если мужчина сейчас, допустим, говорит только о том, что вот, ну, что вот он добился вас и все, да, то есть как бы он не собирается, например, от вас уходить, к примеру, то в случае ваших изменений мужчина может говорить там, ну, другие какие-то вещи, например, что, там, мне не нравится что-то или что для меня что-то неприемлемое или я хочу, не хочу, чтобы ты там чем-то активно, допустим, занималась. То есть, вот, ну, вот такие моменты могут быть. И, конечно, это может при наличии, при наличии изменений не для себя, это может вызывать, ну, довольно негативную реакцию. Как, например, негативную реакцию в виде, там, допустим, в виде злости, негативную реакцию в виде, ну, разочарования, вот, негативную реакцию в виде непонимания, негативную реакцию в виде обиды, негативную реакцию в виде еще каких-то, каких-то таких вот, я бы сказал, неприятных чувств. И вот, чтобы подобное свести к минимуму, да, чтобы подобного не было, очень желательно, конечно, чтобы вы менялись для себя. Ну, или признали тот факт, что такой тип отношений и такой тип мужчин, например, вам не подходит. Вот. Дальше. Мужчина говорит, значит, определенные вещи, да. Что чувствуете вы в этом контексте? То есть, чувствуете ли вы, например, тревогу? Чувствуете ли вы, например, ну, допустим, страх? Ах, чувствуете ли вы, ну, что-то еще, то есть, что вы чувствуете в этом, в этом, ну, в этом контексте? Это довольно важный момент. Потому что, ну, вообще-то, как мне кажется, то, что человеку вот что-то, ну, что-то может не нравиться, это вполне себе нормальная история. То есть, нам не может, пожалуй, нравиться все. Нам не может нравиться человек по, ну, целиком, всегда. Вот. Нам может что-то нравиться, что-то не нравится. Вот. То есть, это такая нормальная в целом ситуация. Вот. Поэтому я должен, опять же, вас спросить, да, как вы на это реагируете? Как вы реагируете на то, что вот мужчина вам так сказал? Если вы реагируете на это, ну, вот, негативными чувствами, да, а не просто, скажем, грустью, например, то это уже, наверное, повод для того, чтобы обратиться за помощью к психологу и поработать над этими моментами. Потому что это может быть такой достаточно серьезной проблемой, на мой взгляд. Естественно, решать этот вопрос исключительно вам и только вам. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Обращайтесь за помощью.